МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гребле соревнования такого формата проходили впервые. Чемпионы мира, Европы, призеры и победители Олимпийских игр соперничали в спринтерских дистанциях на 100-350 метров. Причем новинкой этого турнира стали миксты пары женщин и мужчин. К слову, стометровку покорила российская пара спортсменов. Уроженец Алтайского края Андрей Крайтер и спортсменка из Краснодарского края Олеся Ромасенко. В их руках чемпионский кубок и денежный приз 8 тысяч евро. Кстати, сами спортсмены в восторге от Барнаульского канала. Это очень-очень красивый, полностью со всей инфраструктурой и максимально правильно функционирующий серебряной канал, который появился в России. Сегодняшние станды показали, что этот канал может принимать самые-самые масштабные и серьезные соревнования. Я был год назад, и все это потихонечку шло. Шла работа, проект, и действительно, на сегодняшний день это очень хорошее место. И я все-таки надеюсь, что, возможно, к Токио мы здесь проведем подготовку заключительную перед Олимпийскими играми. Подробнее о чемпионской гонке и ее победителях расскажем в вечернем выпуске. Самый качественный урожай в одном месте. В Барнауле прошла масштабная продовольственная выставка «Щедрая осень Алтая». Производители края представили лучшую продукцию, рассказывает Ирина Харитон. Несмотря на утренний час выходного дня, здесь многолюдно. На праздник урожая приехали из разных районов. Специалисты сельхозпредприятий, перерабатывающей промышленности, научно-исследовательских институтов, предприятий торговли. Повод благородный. Если у кого-то есть избытки урожая, давайте поделимся с теми, у кого такая тяжелая жизненная ситуация. Есть беженцы, есть у которых дома сгорели, есть еще какие-то проблемы. По здоровью он не может вырастить ничего. И вы не поверите, у нас есть такие люди, которые приносят уже готовую продукцию и говорят, отдайте людям, которые нуждаются. Праздник урожая – кульминационная точка всех алтайских ярмарок. В продаже не только овощи и продукты, но и товары для дома. Расскажите, какие у вас колбасы представлены? Мы приехали к вам с Каменского мясокомбината. Продукция разная. Разные колбасы. И подороже, и подешевле. Колбасы полукопченые, вареные. Есть продукция детская для детского ассортимента. Расскажите, что у вас представлено здесь? Здесь у меня керамика. Наша натуральная. Натуральная опять наша алтайская глина. Я делаю из них картины, делаю отдельно игрушки. На радость людям. А здесь садоводы соревнуются за звание самого смешного овоща. Они вырастили корнеплоды необычных форм и размеров. Но этот результат, пожалуй, трудно обойти. А это самый необычный экспонат праздника. Тот, кто угадает, сколько весит тыква, получит в подарок любую продукцию ярмарки. Все выставочные экспонаты, овощи, фрукты пойдут в дар нуждающимся семьям. Ведь урожайная осень – самое время, чтобы поделиться ее дарами с теми, кто нуждается в этом больше всего. Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости. Лучший легкоатлет Европы 2018-го. На это звание претендует наш земляк-барьерист Сергей Шубенков. Такое внимание со стороны мировых спортивных функционеров обосновано прежде всего результатами Барнаульца. В этом году Сергей был неудержим. На его счету семь лучших результатов сезона в мире. В четырех из которых он показал время быстрее 13 секунд. В итоге в копилке Шубенкова оказалось серебро чемпионата Европы. Первое место в финале бриллиантовой лиги. Также золотая медаль на континентальном кубке по легкой атлетике. Голосование продлится до 5 октября. Церемония награждения пройдет в швейцарском Лазанье. Четыре золотых и один серебряный. Воспитанникам бийского детского сада вручили заслуженные значки ГТО первой ступени. Малыши сдали нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В январе воспитатели детского сада номер 79 набрали первую группу из 20 человек. После тренировок им пришлось продемонстрировать уровень подготовки в зимних и летних видах спорта. Ходьбе на лыжах, плавании, челночном беге, отжимании, подтягивании, прыжках в длину и беге на выносливость. Для того, чтобы получить золотой значок, нужно было выполнить на отлично 7 упражнений из 9. Отметим, что в компании юных спортсменов была всего одна девочка. Татьяна Шмидт получила золотой значок. На сдаче ГТО в некоторых дисциплинах она обогнала многих мальчишек. Во-первых, ГТО. Во-вторых, золотой значок ГТО. Мы все, вся семья гордится ей, что вот она преодолела это, все нормы сдала. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. Практически на всей территории края дожди и грозы. В Белокурихе до 10 тепла. В Олейске 11 выше 0, 12 в Рубцовске, 14 в Бийске. В Барнауле возможен дождь. Ветер южный умеренный днем до 15 тепла. Это все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова